денег, чем иметь то, что имели в 2008 году. И как раз за это бояться не приходится, потому что вот есть фраза, генералы всегда готовы к прошедшей войне, регуляторы всего мира тоже, что американские, что российские, что китайские, они всегда готовы к предыдущим вызовам случившимся. И не потому что они дураки, мы бы с вами делали то же самое. Поэтому как раз никакой волны банкротства не случилось. Но дальше возникает вопрос, что будет при снижении ставок регуляторов, потому что это снижение рано или поздно начнется, и европейская экономика уже близка к этому, потому что с одной стороны с инфляцией они справились блестяще, более блестяще, чем американцы, а с другой стороны находятся в точке стагнации, и даже одна из экономик Евросоюза, Германия, выходила в техническую ресурсию. Что касается США, там ситуация другая, там блестящее развитие экономики, но при этом до таргета по инфляции еще далеко, и вот изменение мартовской и апрельской статистики показывает, что полной победы пока ожидать прямо не приходится вот в ближайшем месяце. Но рано или поздно снижение само начнется. Что можно предположить? Можно предположить небывалый, еще больше, чем сейчас, ренессанс на фондовом рынке. Можно предположить небывалый, принципиально, еще больше, чем сейчас, рост высокотехнологичных и таких, скажем, модных, находящихся в тренде бизнесов, потому что именно они, как правило, требуют максимум денежных поливаний на стартах и желательно по минимальной ставке. Я имею в виду такие темы, как пресловутый искусственный интеллект и так далее. Вот можно это предположить. И если Россия останется с вечно высокой ставкой, то она решит проблему стабилизации курса рубля и развития во внутреннем рынке, но вступит в бесконечный проигрыш конкуренции, потому что по-другому не бывает стоимость денег наших всех. Теперь, кстати, вот картинка для понимания фондового рынка. Значит, вот рост общего индексного фонда, это, конечно, такой обобщенный показатель, но тем не менее. Фондовый рынок в США с 2005 года дал 660 процентов, мировой фондовый рынок в целом 180. Это к вопросу о похоронах Америки. 660 и 180 – это разница от общего роста капитализации компаний на фондовом рынке. Соответственно, средняя годовая находность за эти же годы в США более 14 процентов в год в долларах, а в общем мировой менее чем 7 процентов. Мы сейчас находимся в стадии, которая как раз таки не связана и с похоронами Америки, а с возможным очень мощным вторым дыханием у этой экономики. С возможным, потому что проблем там своих тоже, конечно, до чертиков. Но пока картинка выглядит вот так. Так, дальше. Пой, пой. А что мне хочется? Ну что ж. А рынки нефти и газа, ну тут можно очень долго говорить, извините, я так поверхностно пройдусь. Какие основные сейчас доненции? Что мы видим оперирование ценами на нефть, пока ОПЕК плюс в общем почти дееспособная история, хотя и было вот у меня ощущение, мне кажется, оно такое очевидное для многих, что последние два года вот ресурс взаимопонимания в ОПЕК плюс начинает портиться. Первый раз он испортился, когда у нас, видимо, российские чиновники иногда, ну как бы вроде у них больше, чем у нас с вами опыта взаимодействия. Но иногда я чего-то не понимаю. Когда российский вице-премьер покидает комнату переговоров, тем самым как бы, ну, делая некий ход, это нормально. Когда российский вице-премьер, то есть назначенный человек, выходит к прессе и говорит, вы знаете, я покинул комнату переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии. Мне вот всегда интересно, а он в этот момент что думает? Он не догадывается, что, возможно, в глазах наследного принца Саудовской Аравии ты назначенец всего лишь, дорогой вице-премьер Александр Новак. А я принц, папа мой король, я буду король. И денег у меня намного больше, и власть у меня немножко другая, чем назначили или переназначили. И вот с этого момента наметилось какое-то, почему-то этот принц, он вообще, ну вот, вот не понимает величия России, величия российских чиновников. Мне кажется, у него какие-то свои амбиции странные, эти саудовские короли, да. С тех пор наметилось, что, скажем, ложечки нашлись, а садочек остался. А потом дальше больше. Ангола и Нигерия потребовали изменить квоты. В результате Нигерия со скрипом получила свое, Ангола выскочила. Бразилия сказала, что мы готовы с Петро Брасов зайти в ОПЕК+, но выдвинул свои условия квотирования. И, в общем, намечается какая-то проблема. Дай бог, для российской экономики, конечно, что передоговориться удастся. Но за этим сюжетом, мне кажется, стоит на выбор. Второй важный момент – это передел газового рынка. И надо понимать, вот я, к счастью, еще три года назад говорил, что никаких инвестиций в «Газпром». «Газпром» ждет судьба РАО и ЕС. Вот этот кризис политический изменил газовый рынок полностью. Я думаю, почти навсегда. Потому что вся нефтяная история восстановится, как только закончится острая фаза конфликта. И половина санкций тут же слетит. А вот газовый рынок восстановится. Это смерть трубопроводного газового рынка. Это развитие танкерного газового рынка. Более того, Россия тоже получила мощный урок. И российские СПГ, кстати, в 1922 году, несмотря на все санкции и на всю враждебность, экспорт СПГ из России даже увеличился. Потому что танкерные поставки, сжиженный газ – это маневр, это возможность изменения настройок торговых соглашений и так далее. У нас трубопроводное мышление с 1970-х годов. И это, скорее всего, будет меняться довольно быстро. Не в моменте, но довольно быстро. Дальше. Возобновляемые источники энергии. С одной стороны, не случилось еще. Вот Грета Тунберг, еще не величайшая женщина мира. Но движение огромное. Знаете, вот я помню, как, когда я начал инвестировать, например, в Теслу, мне говорили, ну это же пиар сплошной, нет машин Теслы. Ну вообще, это все ерунда полная. И вот я помню, окончательно было, когда в Москве появляется Тесла, перестали уже глазеть у Тесла. Потом в Казани, да, Тесла ездит. А последнее для меня было полгода назад, когда под окнами моего офиса на Большой Сугренской площади встало такси с шашечками Тесла, джип Тесла. Я думаю, да, ребята, конечно, это все ерунда. В этом году впервые объем продажи электромобилей на китайском рынке превысили объем продажи двигателей внутреннего сгорания. Соответственно, на европейском и американском 20-30 процентов. Гигантские совершенно цифры. Огромная идет работа, например, некоторые нефтяные компании стали бенефициарами этого процесса. Например, французский Total лидирует здесь по огромному количеству экспериментов из приливной энергии и с некоторыми другими вариациями возобновляемых. Частично атомные ренессансы и так далее, и так далее. То есть эта тема, она все-таки будет. Знаете, я доводилась, я вхожу в программный комитет Казанского форума ежегодного нефтегаза, и там года два назад даже немножко так злость взяло, потому что выступал такой академик из-под нефти, финансируемых всю жизнь, там, с 60-х годов он на каштет от нефти. И он с такой небрежностью, ну, это все ерунда. Ну, потому что из-под нефти сидит и, значит, внушается с улыбками такими саркастическими в адрес этих придурков из Европы, из этой европейской маленькой экономики, которые не понимают, то есть лей, лей, елей такой на уши льет, вот от нефти вцам приятно. Потом, правда, в кулуарах они говорят, у вас разведка почти на нуле. Ну, нет, конечно, перехода не будет. Нет, переход будет. Переход происходит на наших глазах, конечно же. И здесь будет очень серьезная история, мне кажется, для России огромное испытание. Но самое интересное, что Россия теоретически является хорошим бенефициаром вот этого перехода, энергоперехода, потому что с точки зрения ресурсов, территорий, климата, она может быть великолепным источником как раз-таки этой самой возобновляемой энергетики. Собственно, когда-то советская власть с этой возобновляемой энергетикой, грубо говоря, и начинала, как-то адаптировала царский план и назвала его ГРБО, план создания сети ГЭС. Были свои проблемы, экологические проблемы, там, смерть рынных промыслов. Это все, да, это, естественно, это все плохо. Но, тем не менее, такой опыт у России есть. Другое дело, что в нашей жизни, может быть, этот переход вызовет какие-то проблемы, определенные такого бизнесового, что ли, того. Так, идем дальше, приближаемся уже к концу. Ведут у вас... Опять я что-то выключил, да? Скорее всего, да. Да, выучили. Топ, не нажимайте, пожалуйста. Это враги, да, понял. Так, это мы, смотри, прошли. Вернее, пробежали немножко. Да, кстати, вот про фондовые ракеты США еще хотелось бы иллюстрацию, она-то очевидна, но, тем не менее, напомните. Вот так вырос главный измеритель температуры фондового рынка США и, в общем-то, и мира. Вот с такими, если я помню, за пять лет от 3200 пунктов, на которых закончился 2019 год, до нынешних более 5, ну, вернее сказать правильно, 5200 пунктов, на которых мы с вами сейчас находимся. Так, идем дальше. Бюджет теперь, уже приходим к концу. Бюджет в России, это очень важно для нас, для ведения бизнеса, для экономики, потому что в России как поэт больше, чем поэт, бюджет больше, чем бюджет, и понятно, что в структуре нашей экономики и в качестве драйверов, возможно, и удач, и неудач, бюджет занимает большее место, чем в каких-либо других странах. Напомню, что это бюджет на 2024 год, соответственно, в районе вот 36,6 триллиона рублей, и мы видим дефицит запланированный, но на фоне того конфликта и тех проблем, которые у России и стоят, и у российской власти, в общем, дефицит, мягко говоря, не смертельный. Вполне с таким дефицитом можно управиться. Но у этого бюджета есть, понятно, изменения в сторону правоохранительной, оборонной деятельности, и треть бюджета уже уходит туда, это, конечно же, плохо. Есть существенное снижение, как вы видите, здесь, может, немножко плохо видно, снижение финансирования проектов, связанных с национальной экономикой, а какие бы они ни были, высосанные из пальца или честные, нужные или коррумпированные, но это все равно совокупно, это приток, конечно, драйвера для развития экономики. Даже взяточничество, это по большому счету все равно деньги, как правило, выгодно. Так вот, значит, вроде как все сходится, и более того, мы пять месяцев видим, что пока все идет нормально. Но вот эта нормальность для нас слишком значима. Мы, в отличие от американского рынка, не сможем жить в одной экономике, а типа государство, это твои проблемы, иди и решай. Они, конечно, скажутся на нас, бюджет занимает львину. Каковы риски на сегодня? Первое, это хрупкость бюджета. Хрупкость бюджета в каком плане? Во-первых, там 6 триллионов рублей дохода появилось. Здорово, отлично, аплодируем господину Силуанову, Минеку, который все это считал. Единственный вопрос, ребята, это откуда? Они говорят, ну вот мы тут посчитали, вот тут будет. Бизнесмен российский средний, соответственно, тут же хватается там за кошелек, не сперлили, и с интересом спрашивают государство, государство, откуда 6 триллионов? Ты не волнуйся, ты посиди, иди бизнесом занимайся. Но, простите, когда бизнес видит непонятные 6 триллионов в планах бюджета, ему начинает казаться, что его тихонько насилуют, да? Или собираются украпить, как минимум. Поэтому здесь большой вопрос. Более того, такие оппозиционные ресурсы даже обвинили власти, что вы, наверное, их нарисовали. То есть это тоже другая крайность. Дальше, соответственно, риски инфляции, они как бы всем понятны и очевидны. И есть риск девальвации. И заключается он в следующем, что с одной стороны, мы увидели уже 7 месяцев стабильность рубля за счет вот этих двух мер. Ну, видимо, все-таки за счет этих мер. Но мы же прекрасно понимаем, что когда у государства с бюджетом не ладится, оно тут же включает девальвацию, чтобы все сошлось. В этом плане старый испытанный прием. И будь мы, наверное, по ту сторону управленческих баррикад, чиновниками, может быть, и мы так же делали. Поэтому тут не вопрос такого обвинения властей в шулерстве. Но это так. К сожалению, это так. Это факт. Поэтому мы понимаем, что если будет что-то не сходиться, то вот эта конструкция стабильности рубля будет, ею пожертвует ради интересов изменения параметров бюджета. Пока вроде как не происходит. То есть, если не брать конспирологические версии, которые звучат, что там уже все, ничего нет в ФНБ, там на самом деле все нарисовали. Но, честно говоря, эти версии, это вот обратная сторона нашего иногда вот этого подкидывания чепчиков и ура-ура. А официозного. Поэтому что-то верить им тоже не приходится. А там вроде как все сходится. И риск бюджета это нефть, потому что расчет, как вы помните, 60 долларов за баррель, соответственно, пока все идет отлично. Цены даже перед теплым периодом в северном полушарии, несмотря на снижение в Китае определенное, цены великолепные для России. И более, единственное, что, конечно, желательно, чтобы нефть на бизнес в России сейчас строился без учета эмоций. Потому что самое выгодное сейчас это действие недружественных стран. Недружественные страны установили потолок цен на российскую нефть, которые Россия с гневом отвергла. Потолок равен той же расчетной единице, которая введена в проект государственного бюджета Российской Федерации. То есть Россия сказала, вы что недружественные страны, вы запланировали за нашу нефть давать столько, сколько мы запланировали в бюджете, твари. Никогда мы не пойдем на поводу у врагов. Тут пришли друзья Индии и Китая, говорят, слушай, давай с дисконтом долларов за 30. Да, гордо сказала Россия. Ну, согласитесь, в этом есть уже какой-то большой куку с обеих сторон. То есть наши враги планируют тот уровень цен на нефть, который запланирован в нашем бюджете. Отлично. Как говорил Джанни Радаре в свое время принц Лимон, спаси меня, Господи, от друзей, от врагов я как-нибудь сам избавлюсь. Вот здесь, видимо, такая ситуация. Но одно дело все-таки пропаганда, а другое дело бизнес. Поэтому Джанет Елен, Московский Кремль и ОПЕК, в общем, в одной экономической лодке, несмотря на все эти конфликты. Поэтому пока вроде как нет оснований полагать, что, ах, все, пропало, бюджет рухнет. Но, конечно, зона нефти остается зоной потенциального все-таки риска. И в связи с этим, вот о чем Шамиль Рахимович упомянул, и мне всегда нравится его слушать, потому что вот он очень четко говорит, я вчера все слушал, ничего не понял, абсолютно с ним согласен. Потому что можно делать умный вид, но простите меня, о какой реформе вы говорите? У вас был огромный профицит, дорогие власти. Сейчас у вас дефицит, вы говорите, надо поднять НДФЛ на граждан, но вы не волнуйтесь, мы на богоугодные дела пустим. Подождите, в момент профицита вы могли свои сверхдоходы пускать на эти богоугодные дела. Что это вам в момент дефицита и огромных вызовов перед российской экономикой так потребует? Министр финансов выходит и говорит, вы знаете, в прошлую добавку мы направили в фонд помощи детям «Круп добра». Я сразу по этому поводу вспомнил мультфильм Иван Царевич, когда там Черномор отказывается бороду надевать и говорит, ни за что это зло, и его сестра говорит, ага, за дверью добро с кувалдой. Ну что это за детский сад? Ты хочешь сказать, дорогая власть, ты же решаешь огромные политические сейчас проблемы. Тебе правда сейчас приспичило взять с нас дополнительные деньги, якобы на какие-то благотворительные фонды. Ну это же нечто, это первое. А второй главный момент, он известен. Вы кого собрались считать богатыми? 83 500 рублей по одной из версий, и судя по всему она все-таки будет принята, хотя отрицали, попадет под дополнительное налогообложение, но это же детский сад, но это же просто еще один удар по среднему классу. Это не то, что в Москве, это в каком-то сегодняшнем Челябинске, который расцвел сейчас от военных заказов, это зарплата, скажем, ниже, ну ниже очень многих производств. В Казани, я думаю, огромное количество людей получает больше. Другое дело, что эти 15% берутся ведь с разницей, то есть, условно говоря, зарплата 100 тысяч, она будет браться с 17. Тогда вообще зачем весь этот огород городить? Это не очень понятно. Знаете, я когда в свое время участвовал, в том числе и в думских разговорах экспертного плана, ну, говорят, справедливость нужна, прогрессивная система, я говорю, отлично, давайте оставим всяким вот таким средним классом, убитым, типа меня, 13, а тем, кто получает ниже 500 тысяч в год, делаем 10, вот и будет прогрессивка. Государство говорит, не, я так не умею. Я, говорит, как Робингот, я деньги богатых забираю, и как было в песне в Шреке, я деньги богатых бедным даю. Вот такой момент. В общем, эта реформа выглядит довольно странно, и не очень понятно, что там в расчетах, потому что разница вот этих 15% только с разницей, это будет тот же эффект, как вот начали брать с некоторых банковских вкладов, при условии, что вклад больше такой суммы, и при условии, что доход больше ключевой ставки. Это было о чем? Знаете, я в свое время просто, когда было первое выступление президента России в момент ковида в марте, и когда он среди мер сказал, вы знаете, мы вводим вот эту штуку, я понимаю, что в этот момент какой-то референт сумел подсунуть бумажку, что-то надо сказать. И вот они ввели антиковидную меру. Ну, микробы сдохли от хохота просто, я понял уже потом. Наверное, это была антиковидная мера, введение небольшого налога на дополнительный доход по банковскому вкладу. Вот сейчас происходит что-то то же самое. Что напрягает бизнес? Что вот от этой истории НДФЛ, которая в каждой газете, в каждом сайте, в каждом телеящике обсуждается, есть же вторая история, которая прямо сейчас обсуждается, я не знаю, кто-то о ней слышал, а первой слышали, наверное, все в зале, а второй, я не уверен, что все. Отмена регрессивной системы отчислений в соцстрах с фонда оплаты труда. Слышали об этой истории? Нет? Повышение на фонда... Шановерное. Вот, я не знаю, в своей компании повезло, так сложилось, сумел сотрудникам повысить зарплату примерно на 80%. И, соответственно, я могу это делать, потому что, когда я выхожу за мрот, я плачу не 30, да, а 15. И у меня, как у предпринимателя, есть стимул. А теперь, значит, Минфин, правда, здесь стоит пока на страже наших предпринимательских интересов, и не только предпринимательских интересов, работников. Потому что я своим работникам скажу, то идите вы, я и так плачу вам выше рынка, и у меня больше нет возможности вам повышать. Но отмена вот это под суржинку обсуждения 15% это конкретно про нас с вами, про бизнес и про работников. И последний момент, который вызывает, в общем, злость даже. Дорогие ребята, вы заговорили о том, что... А, мы поссорились со всем... Как в песне старой, я обиделась. Мы поссорились со всем миром. А, мы делаем ставку на внутренний рынок. В этот момент вы на потребление накладываете 15% на средний класс, и еще хотите отменить регрессивку, чтобы предприниматели затормозили повышение зарплат. Ну, классная ставочка на внутренний рынок. Ну, просто песня шикарная. То есть, называется, то ли вы так гениальны, что нам просто не понять ваши расчеты, то ли вы как бы со все стороны действуете там на свое. Смотри, я, по-моему, опять что-то не то, даже извините. Зато и не даю вам заснуть, это тоже полезно. Спасибо. Я, простите, что-то... И последнее, значит, ну, про это я уже не успею, наверное, сказать. Единственное, хотелось немножко про цифровые рубли, но мы тоже много говорили-говорили, и вдруг заметили молчание, да, тишина. Участвует несколько банков в эксперименте. 300 физических лиц в эксперименте. Все отлично, не волнуйтесь, да, эти деньги можно открасить, да, у этих денег можно срок годности, но мы же не Китай, не волнуйтесь, дорогие люди. Люди, наоборот, волнуются дьяволова печать. Вообще, это вообще... В общем, в обе стороны много эмоций, и вдруг замолчают. Но самое спешное другое. До сих пор непонятно. Первое. Что такое цифровое рубль? Это счет или монета? Есть разные формы. А там задействован блокчейн или не задействован блокчейн, да? Как происходит эмиссия? Ни одного ответа нет. Ни одного до сих пор. А эксперимент...